Сочи – круглогодичный курорт, но пляжный сезон самый многолюдный. Летом город встречает порядка 3,5 миллионов туристов. К тому же в июне Сочи принимает чемпионат мира по футболу. Комплекс мероприятий в первую очередь включает в себя подготовку пляжей. Их на курорте 191 – муниципальные, санаторные и сдаваемые в аренду. У последних еще нет хозяев, подчеркивает мэр. И этот вопрос необходимо решать незамедлительно. Давно нужно было иметь уже арендаторов, как мы говорили, до начала года. Они уже должны были все сделать и знать, что гальку уже нужно возить. У нас март месяц заканчивается. А когда закончатся торги или конкурс? Потому что у 40 пляжных территорий нет на сегодняшний день хозяина. Торги закончатся через 10 дней. Руководитель каждого пляжа должен будет подготовить паспорт готовности. Это нововведение уже принято городским собранием. Теперь любая пляжная территория, вне зависимости от ведомственной принадлежности, обязана подготовить паспорт готовности пляжа и согласовать его с администрацией города Сочи. Это такое требование мы сейчас предъявляем пляжам до 1 июня. Помимо этого, дорожная карта предусмотрена заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов с САХом. А также, по вашему поручению, сейчас прорабатываем вопрос раздельного сбора. В обязательном порядке разбили на раздельного сбора мусора. Итогом успешного пляжного сезона может стать голубой флаг. Это международная награда, ежегодно вручаемая пляжам, которые отвечают высоким стандартам сервиса и пригодны для безопасного купания. Приезд экспертов ожидается в начале мая. Помимо всего прочего, отмечает Анатолий Пахома, в городе есть дорожная карта подготовки к сезону. И выполнен должен быть каждый пункт этого документа. Надо доделать важные вещи – это перейти на раздельный сбор мусора и поставить питьевые фонтанчики. Их тоже никто не делает. Их делает водоканал. Значит, уже есть договоренность о том, что на бархатных сезонах будет фонтанчик. Они должны везде быть. Не только на одних бархатных сезонах. Протяните трубу и сделайте. Если не получается, пригласите ко мне директора водоканала. Затронул глава города и вопрос новых туристических маршрутов и объектов показа. Определенная категория туристов, подчеркивает Пахомов, приезжает в Сочи не из-за моря. Мы по моей инициативе открыли в дню города один маршрут экскурсионный. Назвали его «Исторический бульвар». Ну и дальше все. Опять надо подталкивать всех. Нам надо делать и дальше маршруты по улице Новогинской с выходом на улицу Воровского к музею. И кости должны такой появиться. И в Адлере должны появиться экскурсионные, пешеходные маршруты. Всего на территории Сочи 100 крупных объектов показа. А поручение мэра по разработке новых маршрутов будет выполнено к 1 мая, заверил Сергей Дамарат. В целом же для продвижения курорта руководство Сочи продолжает проводить выездные презентации в городах России. Одной из популярных среди россиян стала программа «Открытый юг», которая в том числе обеспечивает загрузку сочинских санаториев круглый год. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТЭКС».